Вы знаете, что у красного помидора самый высокий уровень ликопина? А что такое ликопин? Какую связь имеет ликопин с иммунной системой человека? Давайте узнаем это! Прежде всего, ликопин обладает антиоксидантными свойствами. Как показали многочисленные исследования, употребление продуктов, содержащих ликопин, снижает возможность заболевания раком простаты и сердечно-сосудистой болезни. Например, в Гарварде в 1990-х годах проводились исследования, в ходе которых выяснили, что из 50 тысяч мужчин, которые в пищу принимали томаты 10 и более раз в неделю, риск заболевания раком простаты снизился на 34%. Ликопиновая диета позволила снизить распространение раковых клеток на 73%. Есть доказательства, что при регулярном приеме богатых ликопинов томатов снижается риск заболеваний раком желудочно-кишечного тракта. Мужчины, в организме которых содержалась высокая концентрация ликопина, риск пережить сердечный приступ снизился на 50%, в отличие от тех, у кого этот уровень был низким. Исследователи выяснили, что содержание ликопина в организме зависит от его количества содержащегося в питании. Подробнее мы расскажем об этом через минуту. А пока интересное о ликопине. Ликопин имеет антибактериальные и противогрибковые свойства. Ликопин укрепляет стенки сосудов и капилляров. Ликопин – профилактическое средство против различных расстройств печени. Мощный антиоксидант, уничтожающий свободные радикалы. Ликопин снижает риск ряда хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистых, рака и связанную с возрастом дистрофию желтого пятна. И многое другое. Показания к применению ликопина. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Заболевания предстательной железы. Заболевания молочной железы. Для повышения иммунитета на клеточном и системном уровне. Для предупреждения развития онкологических заболеваний. Показан лицам, проживающим в неблагоприятных экологических условиях и имеющим наследственные болезни. Где брать ликопин? Сам организм человека не вырабатывает ликопин, поэтому его необходимо вводить вместе с пищей. Ликопин содержится во многих красно-оранжевых частях растений. Это главный компонент, определяющий красный цвет плодов томатов. Содержится ликопин в таких продуктах, как томатная паста, томатный сок, соус спагетти, кетчуп и соус пиццы, арбуз, розовый грейпфрут, другие овощи и фрукты. Кстати, напишите в комментариях, что из перечисленного выше вы употребляете ежедневно. Интересно, кто из нас получает ликопин регулярно, а кто нет. А мы продолжаем. Больше всего ликопина в томатной пасте. Одна столовая ложка полностью удовлетворяет суточную потребность в ликопине. В томатной пасте ликопина в 30 раз больше, чем в свежих помидорах, и в 6 раз больше, чем в кетчупе. Ликопин содержится также в арбузе, розовом грейпфруте и в других овощах и фруктах, но в меньшем количестве. Можно ли принимать ликопин в таблетках? Вот официальное противопоказание, которое вы прочитаете на упаковке медицинского препарата, содержащего ликопин. Нельзя принимать препарат людям, страдающим камнями в желчном пузыре, а также малышам до 12 лет, женщинам, вынашивающим плод, а также кормящим грудью. Делайте выводы сами. Нет ничего лучше и безопаснее натурального ликопина. Какие томаты содержат ликопина больше всего? Главным источником ликопина для человека являются помидоры или продукты, изготовленные из них. Но биологическая доступность данного фермента сильно отличается. При приготовлении соуса томаты тушат в масле, и благодаря этому впитываемость ликопина увеличивается, так как данный фермент растворяется в жире. При нагревании томатов химическая формула ликопина меняется в другую форму, которую организм переваривает намного проще. Ликопин из томатной пасты впитывается в 2,5 раза быстрее, в отличие от свежих овощей. Сколько нужно употреблять томатов? Особых рекомендаций по употреблению томатов нет, но согласно исследованиям, выпивая 2 чашки примерно 500 мл томатного сока в день, человек в среднем получает 40 мг ликопина. Этого количества ликопина вполне хватает для поддержания здоровья человека. Секрет усвоения Все каротиноиды лучше всасываются в кишечнике и дольше сохраняют свои свойства, если они находятся в жировом окружении с растительным или животным маслом. То есть, употребляя томаты, томатный сок, томатную пасту и другие ярко окрашенные овощи, применяйте растительное масло. Как поднять иммунитет быстро, если вы заболели? 1. Введите в рацион блюдо с томатной пастой. 2. Употребляйте не менее 2 чашек томатного сока в день. 3. Кушайте розовый грейпфрут. 4. Кушайте другие овощи и фрукты, имеющие яркий окрас. 5. Все томаты и овощи употребляйте вместе с растительным маслом. Разумеется, не нужно подходить к употреблению ликопина фанатично и начинать ведрами поедать помидоры или литрами пить томатный сок. Томаты – это лишь один из способов для быстрого поднятия иммунитета. Лучший эффект будет от совмещения разных средств и способов для поднятия иммунитета. В следующем видео мы продолжим тему, как повысить иммунитет при помощи продуктов питания. Кстати, не забудьте посмотреть видео о настой ромашки. Ссылка на экране и в описании под этим видео. Если будут вопросы по теме, пишите в комментариях, и мы ответим. Если видео было полезным, вы можете поставить лайк и поделиться с друзьями. Чтобы не пропустить новых видео, не забудьте подписаться на наш канал и включить колокольчик оповещений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова